Мухаммад Хайдар Дулати Эти слова, написанные им за несколько лет до кончины, звучат как предсказания, а его смерть считается одной из самых таинственных. Про нее вроде бы известно многое, но данные не точны. Вплоть до года, когда это произошло. И что это было? Гибель по неосторожности или тщательно спланированное убийство? За давностью произошедшего, как установить истину? Мирза Мухаммад Хайдар Дулати. Воин, политик, поэт. Когда копье приравнено к Перу. Он жил именно в такое время. Тот, кто написал историю. Кто предал Мирзу Хайдара? И он хотел его убить. Но он не успел. Где похоронен историк? И он умер в Кашмире. Его могила, это можно смотреть в город Шинагаре. И можно ли погибнуть от написанных строк? Я бы сказал, это исторический мемуар. Заказное убийство или случайная гибель? И как он предсказал свою смерть? Кровавый детектив XVI века. Мухаммад Хайдар Дулати. Кто убил знаменитого историка? Глава первая. Злой ветер перемен. Саид Хан потребовал принести снаряжение. И сказал мне, саблю и колчан, ты подвяжи моему сыну на пояс. Пусть это будет благословением. А затем обратился к Рашиду. Помни, что первую саблю подвязал к твоему поясу Мирза Хайдара. Если тебя спросят, чей ты ученик, что ты скажешь? Рашид ответил, я ученик Мирзы Хайдара. Хан напомнил сыну, а он мой ученик. Мирза Мухаммад Хайдар Дулати. Старый город Кашгар. Говорят, многие из этих домов построены в XVI столетии. Как раз в то время, когда здесь жил Дулати. Здесь повсюду стройка. Разрушают старый город, потому что дома уже стали совершенно ветхими. И на их же месте строят совершенно новый город. Но абсолютно точно такой же. Кто знает, может, к строительству, точнее, к проектировке некоторых зданий, Мирза Хайдар руку приложил. Известно, что он создавал архитектурные проекты. И даже ввел новые типы окон и дверей. Он вообще во многих областях специалистом был. Он был отличным администратором. И он был очень умен. Был способен держать большое количество деталей в уме. Был хорошим аналитиком. Умел систематизировать разную информацию. Кашгар. Город, в котором Мирза Хайдар жил почти два десятка лет. И собирался жить дальше. Но злонравный ветер перемен все планы развеял. Все началось так. Мать Рашида была простой служанкой. Но Саид хан сына не просто признал, наследником сделал. А когда хан женился на сестре Мирзы Хайдара, Рашида отдали ей на воспитание. Материнскую любовь она к нему проявляла, пишет Дулати. Он и сам любил своего племянника и ученика. И воспитывал, как родного. Оттого так больно и так обидно. Строки его книги, как крик души. Все, что случилось со мной из-за моей глупости, происходящей от простоты души, я не устоял перед интригой дьявола и упал с высоты головой вниз. Все изменилось после смерти хана Саида. В июле 1533 года Рашид стал правителем Кашгара и резко изменил политику государства, разорвал давнюю дружбу с казахскими султанами и заключил союз с династией Шибанидов. Тех самых, что неоднократно поцелали убийц к Мирзе Хайдару. Представители Шибанидов, Шибанидского государства имели некоторые претензии к казахскому ханству. И с Шибанидами также в непримиримой вражде находились двоюродные братья Мирзе Хайдара Кашгарский хан Саид и в падишах Индии Бабур. Но несмотря на это и еще на то, что женой Рашида была казахская принцесса, внучка основателя ханства Жанибека, в союзе с Шибанидами он нанес казахскому войску несколько сокрушительных поражений. Причем основные бои идут как раз на территории современного Алматинской области и современной Киргизии. Это как раз Боомское ущелье, одна из крупных битв была, которая ведет на дорогу на Иссыкуль сегодня. Это как раз битва на самом Иссыкуле была, очень тяжелой, в которой погибло там очень много казахских султанов. Но начал хан с репрессии в самом Кашгарском ханстве по наущению врагов, которые написали много фраз, сидевших по злобности в жаровне их мозга, и отправили хану, пишет Дулати. И Рашид хан решил беспощадно расправиться со всеми родственниками Мирзы Хайдара. Рашид на коне подъехал к двери дома, а мой дядя вышел к нему навстречу. Султан приказал схватить его. Его ударили мечом и отделили голову от туловища. За доброе отношение моего дяди и ревностную службу оплатил убийством. Он, который был для меня как зрачок глаза, казнив моего дядю и его детей, ранил мою душу и сердце. И язвы этого еще не зажили. Мирза Мухаммад Хайдар Дулати Ему снова пришлось скрываться, как в далеком детстве от наемников Шейбанихана. И кто знает, не послал ли опять к нему убийц его бывший воспитанник. И он хотел его убить. Но он не успел. А может, все-таки успел. Правда, сделал это много позже. Мирза Хайдар возвращался в Кашгар из военного похода, когда к нему прибыл гонец-известия. Новоявленный хан приказал ему не возвращаться. Пришлось спешно повернуть коней и уйти в неизвестность. Куда отправился Мирза Хайдар? Какие земли завоевал? И при чем тут Шерхан? Глава 2. Колесо судьбы Крик и стон от руки твоей. О, колесо судьбы! Весь запас несчастья, который был припрятан судьбой за весь период моей жизни, которая не достигла сорока лет, она разом обрушила на меня. Мирза Мухаммад Хайдар Дулати Протягиваешь руку, срываешь райский фрукт, ешь и гуляешь дальше. По задумке шаха, здесь должны были находиться райские сады. Это еще с падишаха Бабура началось. Ему нравились парки, цветы, сады. Он же и перенес столицу Индии в Агру. Но к тому времени, когда Мирза Хайдар был снова вынужден стать скитальцем, в падишах его двоюродный брат уже покинул земную обитель. Здесь хотел себе мавзолей, чтобы после его смерти его сыновей похоронили здесь. Но он не успел. А до племянников, сыновей Бабура, еще нужно было добраться. Через Кашгар не пройти, там смерть. «Мне закрыли дорогу с шести сторон», пишет Дулати. «Единственная надежда на спасение – Бадахшан». Только дорогу туда никто не знал. Трудный переход, два десятка человек, горная болезнь, не хватало снаряжения для путешествия, холод и снег, лошади ослабли, с потерями, но дошли. «Рашид Султан оказал милость моей жене, которая доводится ему родной теткой по отцу, тем, что прогнал ее. Другая его милость, что он ее не обобрал и не ограбил, а отправил с тем, что было при ней в тот момент. В трудном положении моя жена прибыла в Бадахшан. По Рашидовой милости прибыли также около десяти человек, высланные вместе с семьями со всем своим скарбом». Мирза Мухаммад Хайдар Дулати. «Затем Лахор к младшему сыну Бабура и уже после отправился помогать старшему Хумаюну, правителю Индии. «Падишах сдружился со мной и на могольский манер присвоил мне имя Друг и ни с каким другим именем ко мне не обращался», пишет Дулати. «Дели – мавзолей Хумаюна». Хумаюн человеком был очень разносторонним. Он увлекался географией, историей, поэзией, говоря, даже сам стихи писал. Но самое главное его увлечение – это была, конечно, астрология. Мирза Хайдар отдавал должное многим талантам Хумаюна, но осуждал его за чрезмерное увлечение опием, нерешительность и неумение удержать власть. И неизвестно, как бы закончились скитания историка, но невольно Шерхан помог. Книга была написана 1544-46 год. Где он написал? В Кашмире. Почему он в Кашмире? Как он оказался в Кашмире? Кумаюн в то время переживал непростые времена. Взбунтовались братья, не желая признавать его власть. Но самое главное ему угрожал афганский правитель, бывший военачальник Бабура, отца Кумаюна. Кстати, это его именем Киплинг назвал тигра-убийцу – Шерхан. Дулати участвовал в боях против афганца, но моголы проиграли. Кумаюну пришлось отступить. И тогда Мирза Хайдар предложил индийскому правителю завоевать Кашмир. Мой совет таков. Когда Шерхан прибудет, пройдет 4 месяца. За это время вы распределите районы между султанами, чтобы каждый взял на себя защиту определенного места. А сему рабу окажите поддержку. И я обязуюсь за 2 месяца овладеть Кашмиром. Мирза Мухаммад Хайдар Дулати. Вот так Мирза Хайдар с благословения Хумаюна отправился Кашмир покорять. Он уже ходил по ходам в те края, но неудачно. В этот раз все прошло весьма успешно. Говорят, Кашмир был покорен дипломатией и хитростью, без кровопролития. Для Мухаммад Хумаюна он освоил Кашмир. призвал ко двору ученых, поэтов, ремесленников, музыкантов. Говорят, сам Мирза Хайдар пел неплохо и музицировал умело. И еще приглашал художников, которые якобы рисовали портреты Дулати. Но ни один не найден до сих пор. Кашмир процветал во время его правления, пишут индийские историки. Меня поразило то, что процентов 80 мечетей Кашмира, они выглядят, как наша жаркенская мечеть. Да. Деревянные рубленные мечети в виде пагоды. Такая смесь исламской и буддийской архитектуры характерна для Кашгар. Он очень любил архитектуру и искусство. Многое здесь, в Кашмире, воплотил в жизнь. Он построил много очень красивых зданий в Кашмире. Наступило время спокойствия, и он решил написать книгу, поселившись во дворце, обустроенном согласно его предпочтениям. Это был дворец вместе с длинным каналом. Он был настолько красив, что действительно был блистательным и роскошным. Именно здесь, на мой взгляд, Мирза Дуглад жил и писал там же, во дворце. Он писал историю своей жизни, своих скитаний, историю своих предков, историю верности и предательства. Где хранятся рукописи Мирзы Хайдара? Кому он посвятил свою книгу? И дописал ли свою историю? Глава третья. Тарихи Рашиди. 221 Б. Бейкер-стрит. Когда Конан Дуэл писал свои знаменитые рассказы о Шерлоке Холмсе, такого адреса не существовало. Улица заканчивалась раньше. Это уже позже улицу продлили. Именно во времена этого легендарного сыщика были впервые опубликованы труды Мирзы Хайдара. Во второй половине XIX века в Европе и не только огромный интерес ко всему Восточному. Это муляж рукописи Мухаммеда Хайдара Булати. Первое издание, типографское издание, было осуществлено в городе Лондоне в 1898 году. Большая часть оригинальных фрагментов тоже находится в библиотеках Англии. Рукописи были найдены в Индии в конце XVIII века. Многие источники вывезены в Англию. Это в основном источники, которые имеют отношение к эпохе правления великих могулов. В течение двух десятилетий Абсаттар Дербесали собирал материал о жизни и творчестве Мирзы Хайдара. Бывал во многих странах и ему многое удалось найти. Второе его сочинение называется «Джахан-наме» поэма о любви. Поэма написана на чакатайском языке, на языке тюрков, на литературе на языке тюрков. Вот это сочинение. Это рукопись, оригинал. Я это рукопись нашел в Берлинской библиотеке и один экземпляр нашел в Кашгарии. По словам ученого, у Мирзы Хайдара был поэтический псевдоним Айяз. И он свободно владел и тюркским, и персидским. Тарихии Рашиди написано по-персидски, а с недавних пор книгу можно прочитать и на казахском. Казахский перевод был осуществлен благодаря содействию Абшатара Дербесали. Я бы сказал, это исторический мемуар. Это прекрасный ученый, прекрасный государственный деятель Мирза Хайдар. В мой слабый ум вселилась мысль собрать все, что имеется в исторических сочинениях о моголах после принятия ими ислама, присовокупить ко всему то, что услышано мною от надежных повествователей и добавить к ним все, что видел своими глазами. Мирза Мухаммад Хайдар Булати. И как это ни странно, он назвал свой труд именем коварного воспитанника хана Рашида. Зачем? При этом описав многие злодеяния Кашгарского правителя. Саидхан был моим учителем. И если от его сыновей мне достается, хуже которого не бывает, я тем не менее, сравнивая с милостью хана, эту историю составляю в честь его сына. Примет он ее или нет, от меня ему останется память, а от него людям. Название книги происходит от его славного имени Мирза Мухаммад Хайдар Булати. Его рукопись заканчивается прибытием в Кашмир. И там же он погиб примерно в возрасте 50 лет, предположительно в 1551 году. Считается, что Булати перестал писать книгу за пять лет до смерти. Но как же так? Он начал с намерением написать как можно больше, и за это время немало событий произошло. Сама история рукописи очень интересная. Она хранится в Индии, в библиотеке университета Кашмир. По словам ученых, рукопись Тарихи Рашиди выглядит незавершенной. Много пробелов, путаница в главах. Может, просто часть книги не сохранилась? Так что же случилось с Мирзой Хайдаром? Почему его труды не дописаны? Как погиб Мирза Хайдар? Случайная смерть или убийство? Кому была выгодна гибель правителя Кашмира? Эпилог. Отложенная смерть. Мирза Хайдар много внимания уделял развитию духовной жизни Кашмира, делая ее богаче, однако он забыл об осторожности и жил в свое удовольствие. Выпустил из рук бразды разумного правления. Раньше ему удавалось искусно предупреждать обман кошмерцев, подавлять их мятежи, а на сей раз он попал в расставленную сеть. Индийский историк Абу Фазл Алами «Я создал себе беду». Эти строки Мирзы Хайдара тоже выглядят пророческими. Но поначалу все шло совсем неплохо. Десять лет правил он от имени Хумаюна. Вполне успешно балансировал между двумя партиями пришедших с ним моголов и завоеванных кошмерцев. А потом что-то поменялось. С одной стороны человек, который приносит благодать, расцвет стране, которая правит, а с другой стороны человек как бы воинственный. Кошмерцы стали говорить, что Мирза Хайдар своих выделяет и подогреваемое кем-то недовольство переросло в открытый бой. А дальше странности и загадки. Вроде как поехал не самый большой мятеж усмирять, а перед этим назначил своего брата преемником, как будто смерть свою предчувствовала. Недалеко от Шринагара ночью они неожиданно напали на Мирзу Хайдара. Тот вынужден был начать переговоры, но его убили. Некоторые говорят, что его смерть наступила в результате выстрела из лука одного из его слуг. Индийский историк Абул Фазл Алами. Предположительно, во время ночной атаки его воин случайно выстрелил ему в спину и якобы Мирзахайдар крикнул «Ты ошибся!» но было уже поздно. По предопределению Аллаха он по случайности погиб от руки некоего человека. Так написано на его могиле, рассказывал Абсатар Дербисали. Я искал очень долго Мирзахайдар Дулатин. И нашел. Первый из современных ученых обнаружил затерянную могилу Мирзахайдара. Он умер в Кашмире. Его могила это можно смотреть в город Шинагары. Она находится на Могольском кладбище. Там одни могилы похоронены. У него одно из самых больших захоронений там. Но когда похоронили Дулати и кто? Неясно. Кашмирцы или отступающие могилы? И как все-таки он погиб? Разные данные разных источников написанных через несколько десятилетий после его смерти. Предательский выстрел в спину самая популярная версия и возможно стрела была отравлена. Но есть сведения что его зарубили мечом во время схватки. Согласно другому преданию он сам пришел в стан врага главному мятежнику чтобы договориться предотвратить кровопролитие но был убит. И скончался не сразу. Умирал долго и мучительно покинутый всеми. Наступал рассвет Кашмирцы загалдели что в лагере лежит убитый могол узнали в нем мерзуха Хайдара тот тяжело дыша приподнял перед последним вздохом голову и взглянул на растерянное лицо засуетившегося подле него изменника и покинул сей мир индийский историк Ферешта Вопрос как он ушел из этой жизни тоже будет волновать еще не одно поколение Некоторые исследователи полагают что организатором убийства мог быть и бывший воспитанник Мирзы Хайдара Хан Рашид и якобы по его же заказу уничтожили часть книги Тарихии Рашиди но так ли это неужели он мог написать нечто такое что стало бы угрозой для Кашгарского правителя или это была просто месть известно что Хан прощать не умел а может в этом был заинтересован кто-то другой и страницы действительно уничтожили намеренно или просто в приступе вандализма тоже теперь узнаем и немного о том что случилось после смерти Мирзы Хайдара Моголы обосновались в крепости и три дня вели перестрелку тогда вдова Мирзы Хайдара Ханемай сказала моголам моего мужа больше нет будет лучше если мы заключим мир Кашмирцы передали письмо с клятвой что не будут преследовать моголов но как только открылись ворота они набросились на сокровище Мирзы Хайдара его семья была отправлена в Шринагар стан победителей а Кашмирские полководцы разделили страну между собой индийский историк Феришта Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok